Анатолий Некрасов «Мужчина и женщина» или Шершеляфам Начало Корень всех проблем нашего мира, всех его негативных моментов – это дисгармония в отношениях между мужчиной и женщиной. Так уж и всех. Да, всех. А войны? А техногенные катастрофы? А природные катаклизмы? А эпидемии? Еще раз повторяю – всех. Давай рассмотрим любой вопрос, любую ситуацию. Мы увидим, что первопричиной всех негативных моментов жизни являются сложности, нерешенные задачи и проблемы в отношениях мужчины и женщины. Значит, не зря, когда где-нибудь что-то произойдет, говорят Шершеляфам – ищите женщину. А заодно и мужчину. Мужчины часто пытаются выгородить себя и свалить всю вину на женщин, но они такие же участники игры. Так что, если ты хочешь быть точным, надо говорить – ищите женщину и мужчину. Но тогда, верно и обратное, гармония в отношениях мужчин и женщин творит все доброе на земле. Да, все доброе на земле творится мужскими и женскими энергиями. Получается, что вся жизнь основана на их отношениях? Вся жизнь, весь проявленный мир возник и развивается через взаимодействие мужских и женских энергий и благодаря им. Вот такой неожиданный диалог состоялся у меня в поезде с одним из попутчиков. Я как-то неожиданно для себя произносил слова, которые никому раньше не говорил. Я и раньше считал отношения между мужским и женским началами природы очень важными. Но, будучи в поезде, я впервые заявил о том, что все в мире основано на этих отношениях. Честно признаюсь, что никак не ожидал от себя таких слов, высказанных с огромной убежденностью в своей правоте. Видимо, и я достиг необходимой глубины осознания мира, и мир оказался готов к таким словам. Не зря же говорят, что в каждый момент времени происходит самое совершенное событие. Осознав всю важность разговора в поезде, я решил взглянуть на свою жизнь сквозь призму отношений с женщинами. Как отразились они на моей судьбе? Оказалось, что проявление этих отношений можно было найти в каждом моменте моей жизни. Я думаю, что и вам, уважаемый слушатель, будет не только интересно, но и полезно взглянуть на свою жизнь в таком ключе. Это книга «Откровения», ведь в ней речь пойдет о святохранимом, о моих отношениях с женщинами. Я делюсь своим жизненным опытом в надежде обрести новое, более глубокое понимание этой важнейшей сферы жизни. Ведь когда ты отдаешь людям нечто важное, то и получаешь в ответ во много раз больше. Я давно заметил, что каждая написанная книга позволяет мне открыть новые тайны мира и делает мою жизнь еще богаче. Искренне написанные книги помогают другим людям лучше разобраться со своей жизнью. И от этого пребывает счастье во всем мире, и каждая его крупинка добавляет счастье и мне. Хождение за три моря Замысел книги начал рождаться в Индии, но это уже было в самом конце описываемых событий. Я специально приехал сюда, чтобы начать рассказ о моих отношениях с женщинами на родине знаменитой Камасутры «Учение о любви». В один из дней я побывал у железного столба, установленного во дворе мечети Куват-Ул-Ислам, более известной высочайшим миноретом Кутоб-Минар. У меня возникли удивительные ощущения. Вспомнилось, что впервые я побывал здесь двадцать семь лет назад. Я посчитал года и удивился. Неужели прошло столько времени? Когда я был здесь в первый раз, еще разрешалось подниматься на минорет, а это очень высоко, сто с лишним ступеней по узкой винтовой лестнице. Когда я шел по ней, то на каждой ступеньке испытывал какое-то новое ощущение, как будто это были ступеньки внутрь самого себя. Не зря я снова здесь. Я очень ярко вспомнил то свое состояние. За два с лишним десятка лет я очень сильно изменился, и не столько внешне. Главные изменения произошли внутри меня, в моем сознании. Сейчас во дворе Куват-Ул-Ислам стоял совершенно другой человек. По сравнению с прежними временами для меня открылся целый космос. Помню, что тогда я решился на спор с индийскими мудрецами. Напичканный марксистко-ленинской философией, я считал, что знаю, как устроен и как живет мир. Сегодня я понимаю, насколько глупы были мои рассуждения, основанные только на материалистическом понимании. Я вспомнил, как на меня смотрели мудрецы. Смешно, глупо, но и это было в моей жизни. И вот сейчас я приехал для того, чтобы исправить след, что был оставлен мной в этой атмосфере мудрости. Я благодарю тебя, Индия, за то, что ты сохранила миру многое из того, что было утеряно другими народами. Люди едут сюда, чтобы прикоснуться к своим корням, проявляющимся здесь во всем многообразии. Часто они даже не понимают основной причины поездки и просто наслаждаются экзотикой, которой в Индии действительно хватает. Необычное встречается буквально на каждом шагу. Начиная с аэропорта, с гостиницы. Помню, как в 4 часа утра я приехал в институт йоги в Дели. Занятия начинаются так рано, чтобы люди смогли пройти курс, а к 7 часам уже отправиться по своим делам. И вот навстречу выходит директор института. Он поразил меня больше, чем сам институт. Наверное, все читали сказку про старика Хаттабыча или смотрели фильм. Так вот, появляется пожилой человек с длинной до пояса белой бородой, в красивом халате и в челме, а на ногах туфли с загнутыми вверх носками. Ну, вылитый Хаттабыч. А еще меня поразили его огромные глубокие глаза, в которых виден весь космос. И такие маленькие и большие чудеса встречаются в Индии на каждом шагу. Вот еще одна картинка. Сидим в придорожном ресторане. Подходит официант, и мы теряем дар речи. У всех советских детей в памяти отложился образ Карабаса-Барабаса. И вот он стоит перед нами, живой, настоящий, огромный, для Индии это редкость, человек с большим животом, с черной лохматой бородой до пояса, в черной челме и в черной рубахе. Когда Карабас оперся на стол огромными кулачищами, нависнув над нами, сразу стало понятно, кто есть кто. В Индию приезжает много, очень много русских. И это тоже не случайно. Ведь она связана с Россией более чем с другими странами. У нас один корень, и находится он в Гипербореи. Из Гипербореи следы ведут через Урал в Индию. В языках, населявших Урал народностей, встречается много заимствованных из санскрита, древнейшего проязыка многих народов, слов. Река Кама, любовь, течет по Уралу и наполняет Волгу любовью. В Индии санскрит жив и по сию пору. Гора Меру, о которой говорится в древнеиндийском эпосе, находилась в Гипербореи. Снова Гиперборея. В первой книге я писал о том, как она проявилась в моей жизни. Так и идет теперь по ней эта тема. А мысли о поездке в Индию родились у меня в Великом Новгороде. Тоже важная точка в жизни России и Земли. И этот город, о чем я уже рассказывал, имеет непосредственное отношение к гиперборейцам. Находясь в новгородском Кремле, я неожиданно для себя купил необычный перстень. Раньше я никогда не носил их, почему-то считал, что мужчина не должен носить никаких украшений. Но сейчас думаю, что заблуждался. Наверное, сказывалось советское прошлое. Когда разные украшения, особенно мужские, считались признаком мещанства. Теперь я понимаю, что люди не зря интересуются камнями. Минералы играют большую роль в жизни Земли, а значит и в жизни человека. Правда, большинство людей обращают внимание только на внешнюю красоту камней, не осознавая их истинной сути и предназначения. Подобное невежество может привести к возникновению проблем, чему известно много примеров. Надо очень мудро подбирать камни для украшений. Вот наши предки владели этими знаниями. И я не зря вспомнил о камнях. В Индии мне открылись новые глубины знаний о них. Так вот, в Новгородском Кремле я случайно, в кавычках, приобрел перстень. Он как будто сам просился в руки, и у него оказалось необычное космическое прошлое. В 1054 году под Великим Новгородом на реке Мста взорвался неизвестный космический объект. Его кусочки еще долго находили в окрестностях. Один из них был вставлен в серебряную оправу и оказался у меня. В мой перстень был вставлен не камень, а чистейшее, несуществующее в природе железо. Исследовавшие его ученые Академии наук нашли аналог этого материала в Индии. Из него сделан знаменитый железный столб в Дели. В нашем мире нет ничего случайного. Все взаимосвязано. И то, что космический объект взорвался недалеко от Великого Новгорода, тоже не случайно. Огненный след в небе и его яркая точка, взрыв, стали своего рода указующим перстом. Люди, обратите внимание. А на что он указывал? Своё видение этого вопроса я высказал в первой книге. Этот перстень, как я теперь понимаю, и позвал меня в Индию. Сразу после того, как он оказался на пальце, я неожиданно для себя и принял решение о путешествии. И вот я пришел к знаменитому делийскому железному столбу, и родственные души наконец-то воссоединились. Я считаю, что поставленный тысячи лет назад столб служит своеобразной антенной связи с цивилизацией наших предков. Когда я прикоснулся перстнем к столбу, в пространстве что-то произошло. Испускаемые предметами волны зазвучали в резонансе. Наладился еще один канал связи России с Индией. А когда я вернулся в Великий Новгород и незаметно надел перстень на палец, произошло еще более мощное действие. Не только я, но и стоящие рядом люди вдруг почувствовали что-то необычное. Какую-то чистоту, свежесть, приподнятость. Что мне дала Индия в этот раз? Многое. Очень многое. Но главное, пожалуй, то, что через древнюю ведическую культуру в ней открылась важная грань отношений мужчины и женщины, уходящая корнями в само начало цивилизации. И этот источник, в отличие от большинства других, менее замутнен, более чист. Он является основой многих других источников. Сама поездка началась с женщины. Женщины сопровождали меня и во время путешествия. Об этом я расскажу чуть позже, а пока вернусь к самому началу, к своему детству, потому что именно тогда начали закладываться мои отношения с женщинами. Детство Конечно же, моя жизнь, как и жизнь каждого из нас, началась с женщины. Но и без мужчины здесь тоже не обошлось. Но о своем зачатии и рождении я ничего не помню. А первыми женщинами, оставившими яркий след в моем сознании, были бабушки Анастасия и Фаина. Мама присутствовала, но где-то вдалеке. Она была для меня каким-то мифическим созданием. Когда мне было три года, мама впервые уехала в город учиться. Сначала на счетовода, потом на бухгалтера. Там она и осталась работать. И я до сих пор помню, как в четыре года писал ей письма печатными буквами. Большую часть времени я жил с бабушкой Настей, реже — с бабушкой Фаиной. Правда, они были для меня бабушками, а никакими не женщинами. Как женщин я их не воспринимал, и в этом беда многих. Детство я провел в деревне, и, как правило, был предоставлен самому себе. Я мог целыми днями пропадать в огромной березовой роще, где мы с мальчишками играли в разные игры. Роща была нашим мальчишеским пространством. Девчонки ходили в нее только за ягодой и только вместе со взрослыми. Женщину в матери я разглядел после двенадцати лет. Когда сам стал входить в мужское состояние. В это время я переехал жить к ней в город. Теперь я понимаю, что в детстве меня специально отводили от нее, чтобы мощный волевой характер мамы не помешал формированию моей индивидуальности. В жизни часто события выстраиваются так, что матери оказываются отделенными от детей именно по этой причине. А в некоторых случаях матерей уводят из жизни насовсем, чтобы они не мешали детям расти. Забегая вперед, скажу, что настоящей женщиной моя мать стала после семидесяти лет. И замечательно. Лучше поздно, чем никогда. Ведь большинству так и не удается испытать это состояние. Моя мама из девичества сразу перешла в материнство, а затем уже на первом году моей жизни в работнице. Так и работала, не покладая рук, до семидесяти лет. Это типичная для российских женщин история. И если уж вспоминать самое сильное детское, еще дошкольное впечатление о женщинах, то это тетя Зоя. Она была старше лет на десять, но из-за маленького роста, веселого характера, и от того, что играла со мной на равных, казалась мне ровесницей. Тетя Зоя была красива, что добавляло привлекательности ее образу. Все это вместе взятое ярко отложилось в моей детской памяти. Скорее всего, это была моя первая, еще не осознавшаяся в то время, любовь. У тети Зои была какая-то привлекавшая меня тайна. Она была необычной женщиной, и в дальнейшем это мое впечатление подтвердилось. У тети Зои была куда более интересная, чем у других женщин в нашем роду, но и более трагичная жизнь. В дальнейшем мы неоднократно с ней встречались, но лишь много лет спустя я понял, что образ женщины сформировался во мне во многом под влиянием тети Зои. Я всю жизнь искал и находил похожих на нее женщин. Очень важно, чтобы мать, которая находится рядом с ребенком, с самого момента зачатия была не только матерью, но и женщиной, олицетворением женственности. Мало кто это понимает, и еще меньше тех, кто так и живет. А ведь это так необходимо для гармоничного развития детей, будущих мужчин и женщин. И вот только сейчас, написав эти строки, я понял, что моя Оля, внучка хозяйки Медной горы, похожа на тетю Зою, как две капли воды. Вот для чего мне нужно было все это вспомнить. Мистика какая-то. Но ничего случайного нет. Не зря мир устроил так, чтобы в моей детской памяти был заложен притягательный образ такой женщины. Не помню никаких связанных с участием девчонок эпизодов до школы. А вот в школе началось. Я влюбился в девочку из нашего класса. Любовь была односторонней и продолжалась несколько лет. Не сказать, чтобы совсем безответной, девочка проявляла интерес ко мне. В классе я был далеко не последним из мальчишек. Хорошо учился, был солистом в школьном хоре. Уже в начальных классах стал чемпионом школы по шахматам. Но мне не хватало, как я теперь понимаю, мужских энергий, чтобы быть интересным девчонке безо всяких но. Субтитры создавал DimaTorzok